Дорожные перспективы Республикой на коллегии Миндранца Анна Городнова Отправляют на пересдачу Ну я считаю это перебор Все за и против новой инициативы От автолюбителей Выслушал Сергей Хайдаров С таблетками в погоне за стандартами Потому что нет ничего слаще для женского слуха Чем сказать на милую таблеточку Скушай и завтра твоя талия Станет на 2 или 3 сантиметра меньше В Татарстане рост продаж препаратов для похудения Требует ли красота пилюль Пальвина Минибаева Любишь кататься, люби и удивлять В Мумадышу прошел второй фестиваль Креативный санок Санифест Насколько он прокачал свой уровень Расскажет Раймиль Шайдуля Авиарейсы в Китай Железная дорога между казанскими вокзалами И возрождение пригородных перевозок Об этом и многом другом говорили сегодня На выездной коллегии Министерства транспорта И дорожного хозяйства республики Совещание прошло в набережных Челнах Объем перевозок и пассажиропоток В Татарстане растет Важно обеспечить пропускную способность Не только аэропортов Но и отремонтировать дороги А также навести порядок в сфере перевозок Анна Городнова продолжит тему Самая передовая система Роботизированные станки Для производства двигателей И современное оборудование Директор КамАЗа Сергей Кагогин Показывает президенту и гостям Последние достижения завода Это онлайн-диспетчерская А транспортники – IT-технологии При уборке дорог И новинки дорожной техники Сегодня суббота Вообще-то нормальные люди отдыхают Но более нормальные работают Выездное заседание Министерство транспорта и дорожного хозяйства Проходит в набережных Челнах Не случайно Сегодня это крупнейший центр Машиностроения, нефтепереработки И нефтехимии А теперь и территория Опережающего развития Любое развитие требует Транспортного сопровождения Отметил Рустам Миниханов Завершается реконструкция Трассы М-7 Казань-Набережные Челны Слабое звено Плотина Нижнекамской ГЭС Она не обеспечивает Пропускную способность Я вот обратился на имя президента Российской Федерации Владимира Путина Объяснил, что вот Камский класс Это точка Основная точка рост Не только республики И в целом Я думаю, что в России Нет таких точек Которые за 6-7 лет Дадут тройной рост На заседании также говорили О сельских дорогах Планируют соединить 26 населенных пунктов 558 населенных пунктов Не имеющих подъездных дорог С твердым попрытием Протяженностью более 1400 километров На совещании Рустам Миниханов Попросил министра транспорта страны Обратить внимание правительства На масштабные сокращения в ГИБДД Штат МВД по всей стране Сократят на 10 тысяч человек С одной стороны Правительство ставит задачу К 30-му году Резко снизить Все эти происшествия С другой стороны Мы подрезаем Вот тот состав Личний состав Который сегодня Работает на дорогах В республике принято решение Привлечь муниципально служащих 165 человек Они будут работать Совместно с работниками ГИБДД Но это вынужденное решение Признал президент Еще один вопрос Школьные перевозки Для медицинского освидетельствования Водителей в деревенских фапах Нет лицензий Водителю, чтобы пройти утренний медосмотр Надо ехать в райцентр Это 40-50 километров И нулевой пробег Получается очень большой Свои требования Есть и к перевозчикам Которые будут работать На чемпионате мира по футболу Сейчас в Тарстане Разрабатывают порядок аккредитации Окончательные требования Пока неизвестно Но если судить по опыту Москвы То водители должны погасить Неоплаченные штрафы А автомобили должны быть Не старше 4-х лет Водителям также рекомендуется Выучить стандартные фразы На английском Чтобы иностранные гости Чувствовали себя комфортно 180 километров дорог Отремонтировано Установлено 34 светофора И 1200 дорожных знаков Об успешной реализации Федерального приоритетного проекта Безопасные качественные дороги Рассказал министр транспорта страны Проведено нормативное состояние Целые участки Уличной дорожной сети Двух крупнейших агломераций республики Говорят о том позитивном тренде Глобальные изменения ждут И Казанский аэропорт Там начнут строить новый терминал Создадут авиасервисную зону Где будет техническое обслуживание Воздушных судов После заседания Рустам Миниханов Вручил работникам транспорта Государственные награды И поблагодарил за работу Анна Городнова Ильша Таюпов Альберт Шифигулин Игорь Аманов Марат Сайдгараев ТНВ Набережная Челны Спасенные от холода Сотрудники МЧС Спасли пассажиров Междугороднего автобуса Который сломался На пути Вознакаева На трассе остались 30 человек 8 из них дети Когда приехали спасатели Люди находились В неотапливаемом салоне Более двух часов При этом накануне ночью Местами в республике Температура упала Ниже минус 20 Водитель автобуса Уехал за запчастями Чтобы самому Попытаться починить транспорт Пассажиров Напоили горячим И пересадили На другой транспорт Почти тысячи Многоквартирных домов Отремонтируют В Татарстане В этом году На это потратят 6 миллиардов рублей Об этом сообщили На традиционной Видеоконференции По вводу жилья Отремонтируют Также 120 поликлиник Школы, детсады, детские лагеря В республике Будет реализована И новая программа Капремонт Зданий молодежных центров Рустам Миниханов Предложил заранее Начинать подготовку К капремонту У нас же есть Системные объекты Программы Мы знаем По каким Районам Городам Да Ну что это такое Вот год начинается Мы начинаем Там документацию Делать У нас уже Должны быть готовые Проектно-смертные Значит Документы Значит Готовая Экспертиза Автолюбители Снова сядут За парты С такой инициативой Выступил Союз автошкол России Согласно идее При замене Водительских прав Нужно будет Пересдать экзамен ПДД Изменения По мнению Союза автошкол Должны коснуться Лишь теоретической части Практическую Пересдавать необходимости Не видят Но как к этому Отнеслись Сами автолюбители Их мнение Выслушал Сергей Хайдаров Я думаю То что надо Все равно Освежить память Освежить память Российским автолюбителям Предложил Союз автошкол Дмитрий Слянев Проводит почти каждый день Права обновил Всего пару лет назад И был бы не против Пересдать экзамен Потому что Правила обновляются Всегда периодически Появляются новые Какие-то правила И в каждом регионе Эти правила Они Манеры езды Эти правила Они все разные По мнению инициаторов Новый законопроект Повысит грамотность водителей Ведь каждый год Правила дорожного движения Терпят все новые И новые изменения Которые остаются Вне поля зрения Опытных автолюбителей И если законопроект Все же примут Он коснется Только теоретической части Ведь пересдавать Практическую Эксперты Необходимости не видят Однако Снова сажать Всех водителей За парты В федерации Автовладельцев Считают Не нужно Никакой необходимости Вообще нету Чтобы это сделали Сто процентов Все водители Эта инициатива Должна применяться На мой взгляд Именно к тем Кто Злостным нарушителям ПДД То есть у кого Неимоверное количество штрафов Не знаю Если больную систему Ведут То уже будет показатель Мнения Татарстанских автолюбителей На этот счет Разделились Для кого-то Пересдача экзамена Каждые 10 лет Необходимость А для некоторых Испытания Я считаю Это перебор Зачем Мы же сдали Раз права Если бы мы прав Законов не знали Наверное Ездили бы нарушая Постоянно Если у нас Нарушений больших Нет колоссально Значит мы не нарушаем Много забывается Права Когда мы еще В свое время Получали возраст большой То есть Не было новинок Которые сейчас есть То есть сейчас Много же чего нового Вот даже я езжу И какие-то вещи Я гублю Любой водитель Опытный водитель Он сдаст Он сдаст Ну может не сдать Вот этот Который Теорию Инициатива Автошкол Скорее всего Несет еще и Финансовую выгоду Ведь пересдача Экзамена ПДД Как правило Платная услуга Пока эта идея Находится на стадии Разработки И рассмотрения Напомним На этой неделе Дмитрий Медведев Утвердил новую Стратегию безопасности Дорожного движения В России Согласно которой К 2030 году Смертность на дорогах Должна свестись к нулю Сергей Хайдаров Азат Самигулин ТНВ Казань Пять лет совместной жизни Такс на несколько лет А кто-то и вовсе Не видит смысла Заявлять о своем союзе Государству Но новая инициатива Может сделать это за них Желающих добровольно Узаконить отношения Этим субботним утром Оказалось немало Одни из них Ренату Рузеля Теперь уже Кедрасова Общая фамилия Обручальные кольца И официальное подтверждение Разрешите вручить вам Ваш первый Семейный документ Свидетельство О заключении Брака За семейным документом Уже через 4 месяца Знакомства Совместным проживанием Чувства решили не проверять Не знаю Даже не задумывался Потому что полюбили Наверное Но женится не страшно? Нет Вообще В полном соответствии С Семейным кодексом Российской Федерации Ваш брак Зарегистрировал Объявляю вас Мужем И женой Муж и жена Теперь законны Для Аделины и Александра Емельяновых Свадьба сегодня стала счастливым Завершением как раз Гражданского брака Знают друг друга уже 6 лет Два из которых живут вместе Говорят, любовь все равно важнее Штампа в паспорте Мне не принципиально Да, да, нет Я знаю, что мы на всю жизнь вместе Поэтому мне это не принципиально От людей зависит Насколько они любят друг друга Если силу любви так просто не измерить То ее срок уже легче Пять лет совместного проживания И что называется общего ведения хозяйства Госдуме предложили считать уже официальным браком При наличии общего ребенка Этот срок сокращается до двух лет В законопроекте Такие длительные, но не зарегистрированные союзы Названы фактическими брачными отношениями Сейчас они выпадают из правового поля А участники юридически беззащитны Это и призвано исправить новая инициатива Гражданский брак нельзя приравнивать к официальному Потому что одно дело, когда люди действительно пошли в ЗАГС Там расписались, сделали все по закону Ну и другое дело, когда люди просто решили пожить между собой Это как-то более на бытовом уровне По каким причинам они могут не дойти до ЗАГСа Это непонятно Хотят люди жить свободно Пускай живут свободно Если мы говорим уже о конфликтной ситуации И одна какая-то страна пострадала И они в течение пяти лет нажили какое-то совместное имущество То здесь, ну да Лучше как бы узаконить Институт гражданского брака Под защитой, к примеру, в Швеции, Германии, Франции Инициатива не предполагает, что после пяти лет совместной жизни Пару потащат заполнять какие-то бумажки Факт супружества уже задним числом Можно будет доказать, как только он понадобится К примеру, при разделе общего имущества Кстати, подсчитывать совместно прожитые годы Законопроект предлагает по свидетельству родственников и соседей Любовь без штампа сегодня явление повсеместное А вот статистика официальных семейных союзов не утешает За 2016 год по всей стране зарегистрировано меньше миллиона И при таком раскладе Внимание законотворцев к гражданским бракам неудивительно Лина Зинатульна, Андрес Натальцев, ТНВ, Казань Пилюля для красоты, которая все больше набирает популярность В Татарстане растут продажи препаратов для похудения С 2014 года часть из них уже отпускается фармацевтами только по рецепту В открытой продаже лишь так называемые БАДы При этом критики фармотрасли давно призывают отказаться от таких таблеток Многие активные вещества запрещены в Европе Альбина Минебаева о стремлении к стандартам красоты с побочными эффектами Татарки никогда не были худосочные У нас чек-чак, бурсак, тут извините, не до впалых щек Но вот по данным агентства по исследованию фармпрепаратов Татарстанцы все же променяли национальную выпечку на таблетки для похудения В госаптеках все без ажиотажа Но продажи таких пилюль традиционно стабильны Ведь красота не имеет возраста Бывают и 18-летние, бывают и 60-летние 168 мой рост, сколько я должна весить? Есть самая простейшая формула, это рост минус 100 За идеалом спешат не только в спортзал, но и в аптеке Пока одни стремятся к размеру XS Татарстанские врачи отмечают тенденцию к полноте Меньше двигаемся, больше едим Основная проблема в том, что мы едим более галорийную пищу Мы едим больше жиров, сахаров И меньше потреблять начали фруктов, овощей, цельнозерновых злаков Нельзя говорить о том, что нельзя есть много Нужно говорить о том, что нужно питаться сбалансированно Вот сколько потратили килокалорий Вот столько килокалорий нам нужно получать за счет пищи Но вместо этого попытка сбить аппетит Ведь лекарство для красоты может привести к летальному исходу Побочных действий порой больше, чем последствий от ожирения Суицидальные мысли, нарушение психики, включая депрессию, тревожность, бессонница, тошнота, рвота, усталость Вещество сибупропин, например, давно запрещено на европейском рынке, но присутствует на российском Препараты с их содержанием, в первую очередь, стимулируют и подвергают опасности нервную систему Это сердце, это сосуды, это повышение уровня артериального давления Это сердечно-сосудистые катастрофы, такие как инфаркт, меопарда и сульфа Но несмотря на все побочки, распродаж таких препаратов, согласно исследованиям агентства фармотрасли На 12% выше по сравнению с 2016-м, прибыль растет, пока от них стремятся уменьшить талию Джаконда Леонардо да Винчи за все столетия у Монализа еще никто в палых щек не видел Татарские барышни у Хариса Якубова полнощеки, явно пышущие здоровьем И барышня из века Инстаграм, килограмм 50 максимум И что не сделаешь, чтобы быть в стандартах в социальной сети На эти стандарты и нацелены фармкомпании Маркетологи уверенно говорят, на прибыль работает иллюзорная красота Нет такой таблетки волшебной, которую сегодня ты запиваешь родниковой водой А завтра просыпаешься на 20 лет моложе и на 40 килограмм меньше И вот именно этими потребительскими ожиданиями быстро, результативно пользуются маркетологи Продолжают покупать эти препараты, потому что этот эффект поддерживается только при следующем приеме препарата Статистика последних лет, число болеющих, анорексии в России выросло в 10 раз И вероятность летального исхода становится все выше Пусть красота и требует жертв, но только не здоровья Альбина Минебаева, Игорь Романов, Ишат Мухаммедов, ТНВ, Казань Круче только горы в Мамадыше отгремел второй фестиваль креативных санок Санифест Пираты, туземцы, зомби и дистанция втрое длиннее Годовалый фестиваль уже вошел в 100 лучших туристических проектов России В перспективе быть известным наравне с бразильским карнавалом или немецким Октоберфестом О зимнем креативе Татарстана Рамиль Шайдулин Проехать почти через всю улицу на санях, сделанных своими руками, это главное испытание За него же главная награда Санифесту год И фестиваль вырос, стало больше участников, гостей, дистанций Мы добавили новую номинацию, это номинации докатились У нас сейчас склон горы, почти 300 метров И будем отмерять, кто докуда сможет докатиться Команда туземок крутой склон решили брать на тропическом плоту Как таких загорелых занесло на зимний фестиваль, не говорят, но верят, что справятся Так как у нас в Зайнске не сильно отличается зима, поэтому мы уже привыкшие Нам как раз это, нас закаляет наш дух, ну и придает румянец нашим чачкам Где из них здесь видишь самые яркие примеры санистроения Сани футбольные, сани летние и самое главное прочное Чтобы выдержать самые главные спуски их недолгой, но яркой жизни Железные сани-зомби из Нижнекамска Прочное дно и прочные стены никак не обманули аэродинамику Мы не рассчитали силу трения, поэтому она не скатилась Толпа ликует, а гора ждет новых участников Сегодня на старте десятки команд Желающих скатиться стало больше, как впрочем и гостей За год санифест вошел в список 100 лучших туристических проектов России Посмотрите, в прошлом году это в два раза даже больше участников Люди просто хотят, это праздник Даже Казань развивается за счет событийного туризма Я думаю, что у Мамадыши такой праздник должен был появиться в любом случае Это здорово, что это традиция, что в этом году он проходит во второй раз Не за горами и третьи организаторы делают все, чтобы вошло в традицию готовить сани с лета Ждать ли в следующем году более крутых виражей покажет Мамадышский креатив Рамиль Шайдулин, Александр Лобанов, ТНВ, Мамадыш Великие романтики, последний из магикан советской дирижерской школы В Казани почтили память маэстро Фуата Мансурова То, что его помнят и любят, в этом убедилась Альбина Асалгараева Сегодня в Казани большим концертом вспоминают Фуата Мансурова Легенда советской дирижерской школы С 1989 года он был художественным руководителем и дирижером Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан Майербер Безе Масне Чайковский В программе концерта любимые произведения Фуата Мансурова Именно их он исполнял чаще всего Дирижер вечера, ученик Мансурова Василий Валитов Он сам подобрал репертуар Вспоминает Мансурову был чужд покой, движение, его стихия Я даже некоторые из них пытался найти в Москве Чтобы исполнить, к сожалению, даже нодного материала нет Потому что когда-то в свое время Фуата Мансурова нашел Привез в Казань, здесь исполнял И они очень полюбились публике Фуат Мансуров народный артист России, Казахстана, Татарстана Профессор-академик Но никакими регалиями не описать его гения На одном из конкурсов именно о Фуате Мансурове Дмитрий Шестакович сказал, что он выше здесь всех на голову Ему аплодировали маэстро с мировыми именами Его сегодня помнят и в Казани Помню, как сейчас Я его узнала как дирижера Ходили на концерты, слушали музыку Вот в его бытность, так сказать В студенчестве ходили на концерты Поэтому пришли сейчас Фуат Мансуров руководил госоркестром Республики до 2010 года После Натана Рахлина и перед Александром Сладковским Личность потрясающая Профессионал высочайшего класса Тонко чувствовал структуру произведения Каждый музыкант тогда пытался внести в свое творчество Что-то мансуровское Сегодня вечер вновь прошел с этим ощущением Альбина Солгараева, Марат Светгараев, ТНВ, Казань Самое интересное обсуждаемое в нашей традиционной рубрике в сети Всем привет! Неделя подходит к концу Что было популярным и интересным на этой неделе? Сейчас узнаем Ну самое, прям самое обсуждаемое событие в интернете и на телевидении Это, конечно же, приезд Владимира Путина в Татарстан И тогда вы, безусловно, будете счастливым, успешным поколением Я искренне вам этого желаю Но это видео уже все видели А вот что выкладывали в сеть? Встреча со студентами наших университетов Фотографии с форума И как президента встретили в аэропорту Короче, мы тут Путина встречаем Ну и сразу же наша постоянная рубрика в сети с президентом Неделя Рустама Миниханова началась со всемирного экономического форума в Швейцарии Потом немножечко грузинского вокала Потом разбавляем это фотографиями площади свободы Форум вместе вперед Ну и, конечно же, встреча с Владимиром Путиным Вот она, классическая неделя президента Алга! 25 января Владимиру Высоцкому исполнилось бы 80 лет Пользователи запустили флешмоб под хэштегом «Я Высоцкий» Они выкладывали видео, пели его песни, читали стихи Если друг оказался вдруг И не друг, и не враг, а так Надо сделать хорошее что-то Для кого, для чего Это может быть только работа для себя самого Ну что для других, что для многих Что для близких друзей А для них земляные дороги Души моей Потихонечку новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей Попадают уже к нам в руки И один пользователь решил показать Как можно проверить эти деньги на подлинность Но для начала нужно скачать специальное приложение Банкноты 2017 А уже потом происходит магия Происходит магия Появляется мост на остров Русский И перевернем банкноту Ну все, еще полетим в космос Но на самом деле, друзья, что проверить деньги Достаточно просто на свет направить И все А это уже просто такая вот прикольная фишечка Молодцы Помните видео про наглого песца Который все пытался украсть улов рыбака Короче, есть продолжение Рыбак продолжал дразнить зверька Но периодически подкармливал его Причем в конце концов Песец наелся настолько Что уже начал просто закапывать рыбу Так сказать, на прозапас Че ты там делаешь? Обожрался Теперь просто закапывает рыбу А зверек-то не дурак, а? Волна Просто огромная волна Под названием Satisfaction Накрыла мировой интернет Ульяновских курсантов поддерживает весь мир Уже все, кому не лень Станцевали и сняли на это видео Кстати, это девушки из израильской армии Которые выложили видео с заголовком Тут за танцы не наказывают И напоследок топ тем, которыми больше всего интересовались Татарстанцы на этой неделе в Яндексе На первом месте крещение Люди искали, что надо делать в этот день На втором месте Татьянин день Который, кстати, совпадает с днем студента 25 января Всех Татьян и студентов с прошедшими праздниками И, конечно же, в топе запросов Путин в Казани Вот Понятный запрос Все узнавали про его приезд И про места, которые президент посетит Здесь или-или Или хотели быть ближе к президенту Либо чтобы маршруты не пересекались И люди случайно не попали в пробку Ну что ж, друзья На этом все Пишите, комментируйте Присылайте свои новости, видео Короче говоря, будьте в сети Пока О погоде на воскресенье В продолжении выпуска Я прощаюсь с вами до вечернего Он выйдет 21.30 Всего вам доброго На предприятии Челный Кировец Полностью переверут ваш трактор Заменят износившиеся узлы и агрегаты Предприятие Челный Кировец Легендарному трактору Вторую жизнь Сдан в эксплуатацию Административный корпус Четвертый этаж Выделен под общежитие Для работников Казанского химического завода 1600 сотрудников В Казань-Орксинтезе Получили квартиры В новом жилом комплексе Казань-Орксинтез 60 лет лидерства Внимание! Финальная распродажа Только до 28 января Успейте купить Алма-01 По цене прошлого года В аптеках Вита и Вита-экспресс Спешите! Дешевле уже не будет! Только до 1 марта Вы можете оформить свой дом Без получения разрешения на ввод Приглашаю вас в БТИ Республике Татарстан Которая представлена Во всех районах республики Заявки также принимаются на сайте bti.tatarstan.ru Ниссан Канавто Задарит каждого Выгодами в январе Преимущества на покупку нового Ниссан До 400 тысяч рублей 100 литров бензина И регистрация в ГИБДД в подарок Звоните 230-30-30 Ниссан Канавто Дядя Витя приедет Мы тебя в детской разместим Нормально? На рыбалку пойдем Ого, знаю я вашу рыбалку А ты надолго, Витя? Когда домой? Да побуду немного у вас Так ведь выборы Я прямо тут у вас проголосую Паспорт у меня с собой А заявление о внесении в список избирателей По месту нахождения Я уже написал в МФЦ Главное успеть подать его С 31 января По 12 марта А так можно? Теперь можно 18 марта 2018 года Выборы президента Российской Федерации Здравствуйте О погоде после полезной информации Спонсор показ Изготовитель корпусной мебели На заказ Компании Данил Мастер Весь январь Данил Мастер Дарит своим клиентам 20% дополнительной скидки На изготовление кухни Или шкафа-купе Данил Мастер Город Казань Улица Восстания 23 Телефон 2 167 166 По данным сервиса Яндекс.Погода На юго-востоке В Бугульме Бавлы-Ознакаева Облачная погода С прояснениями И около 16 градусов Ниже нуля На северо-востоке Нижникамске Набережных Челнах Елабуге Минус 14 Местами выпадет снег На севере Менделинске Агризе Менделеевске Также выпадет снег И до 13 мороза На северо-западе Варске Кукмари Балтаси 12 градусов Ниже нуля Синоптики обещают Снег На юго-западе Волгаре Буинске Држаном Столбики термометров Покажут 10 градусов Ниже нуля И снег Жители центральных районов Татарстана Ожидает Обычная погода С прояснениями Местами со снегом 14 градусов Ниже нуля В последующие дни Существенных изменений В погоде Не ожидается В Казани Пасмурно Временами возможен снег И 10-12 градусов мороза Ветер южный До 6 метров в секунду Атмосферное давление 767 миллиметров Ртутного столба Влажность воздуха 80 процентов Магнитное поле земли Спокойное Это вся информация о погоде В студии была Лыла Латыпова Хороших выходных Кругу близких До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова